еду я на вести sv cross вот по таким вот дорожкам по серпантинчиком и думаю а чё она вдруг нравится начала то ли я поменялся постарел то ли машина стала лучше то ли стою на асфальте в лыжи обутой или может быть это просто стокгольмский синдром так а вот и вот это вот местечко мы его вчера заприметили сейчас мы прям здесь и запилим вам обзорчик и все стендапчики около весты итак мы в техасе сзади меня веста а весту можно обозревать только в разных артефактах поэтому кожаночка юры шатунова все вы ее прекрасно знаете и помимо этого помимо этого сама лада нам подогнала здесь очки модные нет бы машины хорошие делать они все хихоньки да хахоньки и так внешне это по-прежнему самая красивая тачка в классе по продажам в классе и и опережает именно приподнятых таких машинках только керрио x-line но я думаю причем совсем слабенько там 25 и 20 тысяч вес продано и думаю что сейчас все изменится и кстати на обе эти тачки есть отличные спецпредложения посмотреть которые можно на агрегаторе новых автомобилей автоспорт точка ру вот пожалуйста минус 110 на весту а вот минус 100-200 на рио x-line тачки в наличии выбирая не хочу автоспорт точка ру здесь собраны все лучшие предложения от официальных дилеров и даже если вы не планируете покупку в ближайшее время но интересуетесь обзорами тест драйвами и прочими интересностями то советую посетить их блог в котором вы все это с легкостью найдете ссылка как обычно в описании а изменится все потому что появилась версия с вариатором джатко и двигателем от nissan рено и 4 м 1 6 на 113 сил в общем все так же как у x-ray cross ты чё так мы готовы замерить неудержимость от нуля до ста знаете чё вообще я сделаю наверное она вот так выключить не спи это называться будет режим жесткой газки так счет мэна уйду на всякий случай давай вариатор покажи что ты можешь и так погнали ой . давай ё-моё ты поехали поехали до 14 8 нокий даст двое машине есть один чемоданчик мы в горах поэтому я думаю что так же как и x-ray cross это что-то в районе 14 секунд 13 и 8 13 9 14 что как ни крути тоже дофига реально машина вялая это признают все но блин я так скажу что веста на механике не едет что она на вариатор не едет но тут вам хотя бы дрючить с этой палкой не нужно ничего плюс к этому офигенный рычаг в декоре у него использована ложка вот помните в матрице пацаны и там согнул взглядом вот ее суда прилепили вот четко идеальное решение для декорации рычага кпп итак прям по списку что нового подогрев руля электропривод складывания зеркал новые дворники антенна плавник функция подсветки поворотов противотуманными фарами новые привода промежуточная опора правого привода новая выпускная система и она реально тихая речка журчит сильнее поролон все также виден и все также ужасен острые кнопки все тоже также воздуха вот для тех у кого ласты вместо ног все также он вот он под большим пальцем если в шлепка будете ездить пальцу хана при этом все кнопки здесь на двери на руле здесь все везде ручки мать его подсвечивается в отличие от тойоты за 2 и 7 миллиона еще свету белого цвета цвет белого цвета и вообще непонятно конечно вроде от светодиоды светит как светодиоды бардачок когда-то они успели поменять я не понял когда но тут прикольные штуки под карточки под всякие монетки под стаканник под под стакан как это нелогично ворс чего-то как-то не знаю даже не заметил когда он появился такой бардачок так мы конечно молодцы спустились сюда ловко все здорово клиренса нам достаточно все здесь позаписывали стендап чеки кадрики а теперь что-то назад посмотрели думаем а мы вообще в отсюда выползем тут что-то как-то перепады камни говнецо в общем все как нужно я думаю сейчас будет норм контент погнали сейчас мы тут попробуем горочку я и так подошел посмотрел на самом деле они так уж там и страшно и поеду я пожалуй по неправильной траектории чтобы посмотреть чего у нас как привод работает что машина сможет ли имитации какие-то сделать еще что-то она делает камни конечно ей тяжело даются тапка в пол что-то это я напоминает мне где ты такой видел окей но у нас колеса буксует это нет зацепа оба колеса по моему буксует немножко дал ходу все я еду пока что все здорово так давайте даже знаете чё мы на уйдем на первой передачке офигеть вот она вот она вот она вывесилась пила рама там началась так ладно и не получаться попробуем чуть-чуть дать ходу машине оп 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 все я выехал вообще нормал что то есть что то думает я что то думаю что это на уровне x-ray кросса такие не агрессивные но они есть имитация ох тяжело даются такие грунты и передний привод нет зацепа начинается такая свистопляточка ладно значит будем применять мозги и правильно классно применили мозги не знаете мне что-то нас есть и больше нравится как едет со включенным по моему лучше едет да реально она лучше едет есть пи включен и все я пошел пошел не останавливаться аккуратно камни блин ну вот давай вот черт ну это вариатор блин вот опять все это упирается в вариатор не дает она их ему хорошенько пробздец бережет вариатор ха 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 ой ну давай 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 клэд enda джи джи ll ладно так суда змейку делать буду ну давай вот тут надо проехать тестов Ай-яй-яй, ну давай. Ай, какая вообще ковырятельница. Так, где мне зацеп найти, покажите. Давай, машина. Давай, давай, давай. Вот уже хорошо, уже цепляется. Нет? Где буксует? Тут. Вот так. Вот так. Вот так вот. Давай, 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 машинка. Во, все, вылез. Чпэнь, шин, шрапнель летит, мы едем. Все, есть. Короче, помучайтесь, подумайте и выйдите. Ну, можно было покруче имитация сделать. Но видно, что берегут вариатор. Полуоси, привода, все берегут. И круто, что старых вещей вот этих, которые бесили тебя, становится меньше. Например, зеркала. Хоп, все, к ним не передраться. Вычеркнули из списка. Ну, знаете, я уже заочно хочу прощать все этой машине. Потому что то, как она едет по дорогам, ну, это просто какая-то магия. Как, как эта машина так едет по вот этим дорогам? Я просто не понимаю. Просто на голову не налази. Это все. Плавность хода просто офигительная. Ямы, ямы, ямы. Шумность от подвески. Никакой шумности. Она офигенно все отрабатывает. Круто. И при этом, смотрите, управляемость. Хоба. Хоба. Хочешь, доверни. Хочешь, под сброс газа чуть пройди в заносе. Там стабилизация все сделает. Супер крутая подвеска. Никто в этом классе не может похвастаться настолько круто сделанной и настроенной подвеской. Вообще. Это вот сто процентов. По рулю тоже никаких претензий. Все очень круто. Мне нравится. И он как-то, говорят многие, что стал потуже. Не знаю насчет потуже. Но я ни разу не промахивался. Все здорово. Все прикольно. Блин, как она стоит. Вообще. Больше всего, конечно, удивляет это отсутствие шума от подвески. Она просто вот едет вот так. Тишина. Мягкость. Супер какая-то резиновая подвеска просто. Многие этому удивлялись и спрашивали, что вы сделали, потому что Веста едет по-другому. Я тоже это помню. Сказали, ничего не делали. Видимо, все-таки стокгольмский синдром. Так что вот такие новости. Всем спасибо за просмотр. Всегда рады вашим подпискам и лайкам. Увидимся, когда увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова